добрый день меня зовут андрей широков я являюсь пастором зеленоградской евангельской церкви и сегодня у нас пастырский разговор с евгением бахмутским андрей приветствую брат дорогой евгений юрьевич сегодня тема которая интересует не только меня но и многих моих друзей со пастыри это тема организация новых церквей и даже в этом да как вы знаете это не просто теория для меня это и практика и сегодня я думаю как раз вот и поговорить наверное на эту тему может быть просто ждать и какие-то практические советы для аналитики для планов наших братьев и для меня и здорово всех для меня большая радость поговорить об этом прежде всего я хочу и напомнить и сказать нашим друзьям что где-то чуть больше года назад в октябре 21 года мы как раз вот пошли на основании новой церкви в зеленограде церкви благая весть да и это как раз и был продукт рождения церкви от церкви который 30 лет в этом году исполнилось это такое важное важное движение и как я думаю что и вы скажете юрий что насколько вот важен этот момент что материнская церковь или церковь посылающая на открытие надо необходимо я думаю что это вообще один из принципиальных моментов понятно что существуют какие-то но особые исключения но не стоит исключение делать правилам самый действенный наилучший путь это открытие общины новой общины от существующей общины да может быть партнерство с другими церквями но в целом церковь рождает церковь и это становится еще более актуально в течение особенно первых пары тройки лет потому что многие думают что вот церковь открылась и все как бы пошло но действительности как и в браке первые два года там три года притирка турбулентность какая-то если нет мудрого попечения заботы то это может превратиться в какие-то хронические болезни которые семья будет испытывать на протяжении всей своей жизни там до какого-то момента если мы там бог как-то через людей или какую-то своей благодатью уникальный поправит так вот и в новой церкви тоже по-настоящему новая церковь она где-то устаканивается где-то пяти годам вот так плюс-минус и первые два-три года они особенно важны что была материнская церковь которая может и авторитетом и словом и делом и финансами и духовным попечением и наставлением помочь этой нарождающейся развивающейся общине если нет такой церкви то что станет с пастором-основателем с лидерской командой как они будут преодолевать трудности сложности и поэтому если по-настоящему мы хотим построить церковь или основать новую церковь который сможет хорошо эффективно развиваться а не по грязь там может быть склоках или трудностях или не свалиться из-за финансовых каких-то или иных препятствий то нужно материнская церковь она больше чем просто как бы типа благослови господь идите она еще как мать она там участвует вот я могу даже по своей ситуации по ситуации в нашей церкви даже сказать такое как свидетельствовали благодарность богу как наша материнская церковь благая весть на где старшим пастором сейчас анатолий вдовенко наш общий друг да и для всех да наверное этот год непростой особенно для нас был непростым как для новой общины и я благодарен богу что материнская церковь нас конечно да просто постараюсь если бы ее не было бы просто от вас благословили сказали ну питайте грейтесь вот вам как бы мешок на первый раз и все ну да здесь наверное можно даже сказать вот братьям которые планируют до открытия новой церкви чтобы они сами имели ввиду это это нормально не спеши да не я бы сказал так сказать знаешь существует несколько маркеров того что мы готовы к открытию церкви много разных маркеров есть некоторые принципиальные маркеры вот один из принципиальных маркеров это наличие материнской церкви без нее не стоит в это дело ввязываться входить опять же есть какие-то ну очень очень редкие уникальные исключения это не значит что это хорошо потому что исключение не всегда хорошо они могут быть очень трудными но за лучшее за лучшее это наличие материнской церкви и если ее нету надо поискать не спешить но можно ли так сказать что стремление к рождению церкви на или желание в перспективе открыть новую церковь и то есть как план или как характеристика здоровые библейской церкви ну в целом да я думаю что о nc это не проект это естественное развитие духовно здоровой церкви как в браке рождаются дети как в отношениях воспитываются зрелые люди или взращиваются новые лидеры если говорить за церковь поместную общину то также происходит естественный процесс от общины растет она по причине понимания благодати укоренение в ней она понимает что блажение отдавать нежели принимать она хочет прославить имя христа повсеместно наполнить славой божией эту землю где они находятся и как это сделать но вот он самый божий путь для того чтобы евангелия присутствовала вот и там и там и там это поместная церковь и поэтому она естественно образом кто-то раньше кто-то дольше это вопрос времени как быстро происходит рождение здесь нету правила кто-то просто сделает быстрее кто-то медленнее но это не значит что плохо те или другие но это будет происходить это естественный продукт я еще наверное хочу заметить и наверное вы тоже подтвердите что не просто даже материнской церкви но и сообщество церкви допустим как у нас в москве да я благодарен богу что есть также служители рбц где вы являетесь пастором да есть и другие церкви которые также где-то консультировали где-то помогали где-то передавали ну да и насчет такой московской экклезия да такое сообщество пасторов единомышленников где мы на самом деле воспринимаем основание новой церкви там зеленограде не как ну где-то далекое что-то сторонние что-то чужое а как наше общее дело и точно придем на помощь и точно поучаствуем и здесь знаешь интересно что существует разного разные формы консультации тоже я бы отметил ведь можно проконсультировать и забыть можно проконсультировать и там твое сердце остается и там твоя молитва там и там если надо твое участие не потому что но плохо если только проконсультировал но на самом деле консультация людей которые искренно заинтересованы в этом деле и они готовы послужить и карманом кошельком и рукой и ногой совсем тоже другое ну да я вспоминаю когда мы командой как раз братьев приезжали на встречу с вами там с владом трескину и после открытия прошло больше больше полгода и когда оказалось что команда передела то я ощутил поддержку это это здорово вот почему важно чтобы было до материнская церковь и еще прекрасно когда есть сообщество братьев служители которые вместе рядом потому что ну во первых это же духовная война мы же приходим на территорию которую лукавый не хочет отдавать и я сейчас говорю не каким-то таким знаешь странным мистическо-религиозным языком это реально духовная битва и апостол павел прямо говорит 6 главе и коэффицианам обликните все оружие божие мы приходим сражаемся апостол павел когда он мы читаем деяния апостолов они приходят проповедовать евангелие там постоянные сатанинские ковы во вторых открытие новой церкви это в хорошем но и прямом смысле слова это стресс это стресс рождение нового общины это это новые вызовы для людей которые посреднились одно дело когда ты приходишь и там есть кому петь проповедовать служить это можно подкорректировать это поучаствовать а здесь как бы ты приходишь и и и ничего нету надо все создавать в третьих такой и человеческий энтузиазм он рассеивается через несколько месяцев ну порой может продержаться даже полтора года там два но в целом это несколько месяцев и потом начинаются будни то есть прошел праздник открытие все съехались было много людей а потом приходишь на собрание и там нету даже и третье и ты начинаешь думать как служить и вот если нет этой поддержки молитвы то это крайне трудно идти это как знаешь даже развитие малых групп в церкви если служители не будут сейчас со следами малых групп помогать им духовно расти развиваться курировать их опекать наставлять и прочее то большинство малых групп закроется просто братья не выдержат эту гонку хорошо но что мы можем сказать допустим про открытие новых церквей как как стратегию до делать ли это каждый год там полгода наслаждать чтобы вот появился какой-то одаренный его сразу отправлять потому что москва большой регион за москвой до в области и других регионах мест где можно послужить много знаешь и вас пионов параханова есть такая гимн где он говорит за евангельскую веру за христа мы постоим так он называется и там есть такой припев да и строчка и шатре любви христовой повсеместно расширять так вот это нормально для церкви думать о расширении божьего дела так мы видим у апостола павла так мы видим вообще в первой и в ранней церкви мы это видим везде там где дух божий действует там всегда есть свидетельство христе и расширение пользу подразумевает появление поместных церквей поэтому точно додумать об этом но здесь надо две вещи на рассказать первое необходимо чтобы в самой общине была ясная концепция мы здесь вместе не того чтобы перекантоваться перед тем как окажемся в небесах мы здесь для того чтобы дело божие расширилась чтобы достичь евангелия больших людей чтобы нам вырасти во христе больше чтобы быть еще более пригодные владыки на всякое доброе дело мы здесь чтобы дело божие расширялась вот это очень важно вторая мысль здесь нету сроков вот какая-то церковь может через полгода открыть еще а какая-то церковь только через 10 лет а какая церковь а какая-то церковь может только через 20 лет и только в партнерстве с кем-то но важно чтобы был этот вектор и тогда просто будет естественно путь развития такое происходить но также нельзя ставить сроки но вот мы как как говорится поставили закон медиан персов и сказать там каждый год мы должны там команду отправить но действительности не просто формально нужно какую-то команду отправить там или найти человека какого-то там активного одаренного и так далее а чтобы было готово все по сути я бы даже сказал так опять же слово за лучшее скажу не могу сказать что это единственное возможно но за лучшее это когда уже по сути мы берем вот общину и от почковываем небольшую по сути общину то есть не просто группку а по сути мы берем уже мини общину она меньше да может быть хотя мы даже и пополам все разделиться но суть том чтобы была уже по сути готовая функционирующая община которая перемещается туда в тот регион где она как локализовывает присутствие евангелия своим там пребыванием и вот это наилучший путь по крайне мере в нашем контексте не просто сказать там двум каким-то заряженным электронам братья давайте там или какой-то чек уже замучил тебя что-то да все и что-то ему надо у него может церкви не получается особо но там боскай туда идет и там разбирается это очень с одной стороны даже сказал опасно потому что это чревато какими-то даже негативными последствиями для этих людей а с другой стороны мы по сути не воспитываем в самой общине такую радость рождения празднования духовных каких-то побед развития но просто рассылаем или даже не успевает понять что произошло вот и мы по сути бросаем людей как они говорят там бросаем там в воду вперед выплыви выплывет хорошо не выплывет но значит не справился поэтому это неразумно и даже безответственно порой даже греховно ну и точно неэффективно но связи с этим 22 таких вот вопроса первое это как сделать так чтобы материнская церковь это плавно перенесла когда такая группа активных уходит и второй такой момент как сделать так чтобы вот эта группа как вы сказали мини церкви а вот она стала развиваться потому что можно же отделиться и сказать вот там здесь хорошо у нас в принципе все закрыты вопросы и давайте будем какие-то отличные вопросы даже друг ну давайте по поводу первого пункта как сделать так чтобы как она перенесла давайте скажем так это точно будет не просто просто ну любые роды не просто это будет точно сложно ну даже трудно не просто отправить людей а потом прийти в собрание их нету и увидеть вот то что там пропуск здесь там что-то еще это ну церкви нужно просто порадоваться тому что они сумели еще родить и сказать славы господи тебе что ты дал нам к благодати помоги теперь нам это выненчить так чтобы это могло вот так достойно развиваться поэтому конечно такое слово добавить максимально можно попробовать подготовить так чтобы вот эти люди которые уходят на всех служениях где они находятся были какие-то подмены для них то есть но надо быть готовым к тому что не существует идеальных подмен где-то будет точно какая-то может просадка чуть-чуть не стоит думать что люди основывают церковь от переизбытка служителей это всегда некая жертва и господь воздаст и восполнит но точно это будет какой некий процесс вот надо к этому относиться спокойно это не трагедия не думать вот мы найдем такого же как андрей вот тогда может откроем если так мы не найдем такого как андрей вообще за всю оставшуюся жизнь этой планеты потому что андрей уникальный человек но мы должны точно восполнить божьим человеком те пробелы которые возникнут когда андрей уйдет и подумать кто будет это и чтобы андрей с тем поработал и это мог передать но это я говорю про ключевых лидер а в целом все равно будет какой-то элемент такого нового оставление какой-то может быть даже ну будет какие даже как бы процесс такого восстановления это первое просто мне хотелось бы чтобы приобрели приборить бар братья чтобы они не ожидали какой-то наивности ну кроме не двигались наивной мыслью что вот когда все будет так вот идеально вот тогда все пойдет это сюда будет не просто всегда но это приведет большой радости и второй момент когда эта группа пошла, вот почему здесь еще нужна материнская и церковь, и какого-то сообщества служителей, которые могли бы помогать ей не потерять фокус. Могли помогать ей ну, не попасть в эту опасную ловушку ложной успокоенности. Хотя, давай признаемся, наверное, здесь честно, такая опасность больше существует не для новой команды, а для старой церкви. Ну, типа, мы сделаем. Да, у нас все есть. Зачем нам нужны какие-то стрессы, там, вызовы? Все работает. Вот еще есть одно место свободное. Пускай приходят сюда люди. Как бы вот здесь. Поэтому для вот новой команды, там другие опасности, мне кажется. Больше не того, что они, типа, перестанут трудиться. Они, в принципе, ради этого пошли. Вот. Ну, если правильно все было сделано. Потому что если подобрали в команду тех, кого нужно. Если человек просто хочет пойти в команду, чтобы ему, как бы, там господствовать, стать вдруг пастором, тут вот он, как бы, не стал, а там он станет. Так нельзя. Потому что новая церковь, она не про тебя, она про Христа. И она не про самореализацию, она про прославление Христа и расширение его дела. Но это уже вопрос подготовки команды самой. Ну, вот такой тогда еще момент или вопрос. из практики, наверное, может быть, с того, что видели в стране, в нашей, в других, команда готова. Вот я даже по своей команде говорю, да, по нашей команде. И, ну, не то, что были завышены ожидания, но были реальные ожидания, что эта команда справится с определенными задачами, ну, в частности, будет активно, будет все хорошо. Но разные обстоятельства в нашей команде. Это обстоятельства, которые в нашей стране повлияли, поредело команды. У кого-то в церкви, может быть, что-то другое. Может быть, ну, вот получается, что из команды, кто ушел на основание, осталось там половину, может быть, меньше. А может быть, где-то и один человек остался. Вот какой, опять же, совет, что сделать? Был ли это пробел все-таки в подготовке, либо что? Отличный вопрос, Андрей. Просто, ну, мне говорят, что я где-то не додавил. Понятно. Или еще что-то. Ну, человеческий фактор, я считаю. Насильно мил не будешь. Даже народная мудрость говорит об этом. Знаешь, скажем так, на моих глазах, здесь даже в Москве, вот за все годы, которые я прожил, это будет уже скоро 20 лет. Страшно даже представить, что так много. Здесь мои дети родились, кроме моего первого сына. И, знаешь, я видел, как появлялись, как бы, попытки основать ту или другую церковь. И об этом даже порой рапортовали, говорили, а потом, как они постепенно, где-то раз-раз-раз, и, по сути, останавливались. За редким исключением, так признаюсь. Ну, по крайней мере, в нашей среде. И вот, что я бы отметил бы здесь. Первое, это правда, есть недостаток подготовки людей. Ну, как Суворов говорил, тяжело в учении, легко в бою. Самая лучшая подготовка, это когда ты реально занимаешься служением в общении. то есть не просто какой-то тренинг по УНЦ, там, или просто просмотр каких-то там видеороликов, или посещение каких-то конференций, хотя это все полезно. Но самый лучший пастор-основатель, или миссионер-основатель, это пастор церкви. Вот там он реально учится, и воспитывается, и характер его формируется лучше, шлифуется, и навыки приобретаются. Поэтому первый момент, я бы сказал, недостаток подготовки. Он присутствует, и просто это надо сознавать. Если мы хотим, чтобы церковь, новая церковь, развивалась, то нужно, чтобы там были, по сути, пастори, которые бы этим занимались. Подобно как первая церковь в языческом мире, которая стала открывать новую церковь, антиохийская церковь, пошли Павел и Варнава. Те, которые, по сути, открыли эту общину, они пошли дальше. Те, которые развивали, там Варнава особенно, когда прилег Павла, и дальше они пошли. То есть, зрелые, готовые служители. Вторая вещь, это одно дело, знаешь, говорить, мечтать, планировать, другое дело, войти в эту воду. Это просто вот такая, ну, реальность. И когда люди с ней сталкиваются, они понимают, что это было тяжелее, чем они понимали, сознавали, это было, это труднее. В-третьих, обстоятельства могут поменяться, это правда. То есть, так или иначе, что-то может случиться, и мы это испытали здесь, в нашей стране. Поэтому важно, чтобы было и сообщество служителей, и материнская церковь, которые могли бы восполнить и помочь. Потому что все может произойти. Давайте скажем, давайте скажем даже больше. Ну, вот, почему опасно тоже, когда один пастор? Почему важно, чтобы было хотя бы два таких, по сути, пастори, которые пошли бы, почему важно, чтобы была команда лидерская. Ну, а вдруг, что случится с пастором-основателем? Если в большой церкви, ну, хорошо, как бы, ну, умер он, например, там, заболел жестоко, что-то произошло? Там кто-то есть, кто может, ну, хотя бы на первых порах как-то восполнить. А в новой общине или в новой, в этом проекте ОНЦ, если там нет такого более системного восприятия, что, закрываться? Так и происходит нередко. И поэтому здесь тоже вот эти все факторы, они могут сыграть. И если ты, мой дорогой брат, оказался в такой ситуации, сразу не опускай руки, не отчаивайся. Просто пройдись вот по этим важным принципиальным маркерам для того, чтобы, может быть, доделать то, что ты не сделал до основания. Например, вот о некотором я говорил, материнская церковь. Пожалуйста, материнская церковь. Тебе нужно найти церковь, которая говорит, вот это будет нашим местом служения, мы поможем. Второе, нужен второй сопастырь. Без него нет смысла начинать. Но это не самый лучший путь. Тебе нужно, чтобы люди понимали, мы не вокруг тебя собрались, а вместе вокруг Христа собрались. И в конце концов, один, ну, Иисус послал по двое. Двоим лучше, нежели одному. Ну, заболел один. Такое может быть. Ну, вот в моей жизни было такое. Когда наша церковь началась, я проповедовал каждое воскресенье практически. И пастор Виктор Зубарев, прекрасный друг, хороший, он очень помогал и поддерживал вместе с ним. Но мы ждали, пока не появился. Мы могли открыться, как РБЦ, в восьмом году. Все было готово, команда была готова. Не было второго пастора. И мы ждали, молились, пока Бог нам через год не послал этого человека. И, ну, был такой момент, когда вот за даже годы наших служений, когда мы были только двое пасторов, мне проповедует воскресенье, а я просто жестоко слег с ангиной. Представляешь, например, суббота, и ты никуда не пойдешь, ты не можешь пойти. И что делать? Если бы не было второго пастора, собрания не будет. Куда-то звонить, спрашивать, если вы где-то находитесь, если нет материнской церкви, то все. Ну, да. Ты просто оказался, и это же влияет негативно на саму команду, на служение, на все остальное. Поэтому здесь он такой, знаешь, много разных нюансов, но по всем им можно проходиться и смотреть. Но, пожалуйста, только не надо винить как бы вот этого лидера, там, пастора-основателя, ну, что он провалился. Я не думаю, что там не додавил и не передавил. Иисус набирал добровольцев. Не надо никого, как бы наемники не нужны. Мы служим из-за любви к Богу и людям. Если человек, может быть, даже поменял свое восприятие, надо его благословить и отпустить. Я буквально вчера встретил человека, который должен был участвовать с нами в открытии РБЦ. Он позвонил мне в пятницу перед открытием и сказал Евгений, мы приняли решение не пойти. За два дня до открытия. Мы, и даже если не в субботу, вечером. И мы по сей день дружим. Ну, может такое быть? Ничего в этом страшного нету. Пускай люди имеют свободу. Хорошо. Спасибо, Евгений. Да, это важное слово. Но, так или иначе, мы все равно приходим к тому, что вот быть одиночкой, да, или быть вот одной какой-то церкви, без сообщества, но это нереально и, может быть, даже где-то невозможно. Ну, я просто не знаю, какой в регионах в этом плане контекст, но у нас в Москве, я благодарен Богу, что есть вот эта поддержка, да, здесь и, наверное, коммуникация попроще. Что сказать там братьям, у которых сложнее с этим? Может быть, единственная церковь там на 200-300 километров? Знаешь, ты знаешь, что я вырос в Сибири, тысяча километров для общения это не препятствие. Я был не так давно, в Красноярске, по-моему, приезжал туда, и мой друг детства, он сел в машину с Абакана, приехал со своим одним из сыновей, они ехали сколько часов уже, я уже даже сбился, там они ехали просто много часов, что просто посидеть на конференции маленько, пообщаться полчаса вместе и поехать обратно. Так вот, я бы сначала первый приободрил бы, я уверен, что в радиусе тысячи километров есть с кем пообщаться. Вот, даже скажу больше, возможно, это прям недалеко от вас рядом совсем, даже в вашем городе, не стоит думать, как Илья, господи, я вот один пророк остался всех, все тут преклонились перед Ваалом, на самом деле, у Бога очень много его людей, вот, очень много, не стоит завышенные требования ставить, что вот нужно хотя бы, чтобы как Джон Пайпер был, на худой конец, как вот этот брат, ну вот Бог нам дал много прекрасных людей, поэтому общайтесь, вот, это первое. А второе, сегодня, благодаря современным технологиям, мы можем устраивать там и зумы, и созвоны, и у нас есть площадки, есть площадки в рамках Экклезия, пасторский интенсив, уикендер, у нас есть конференции, у нас даже региональные сегодня есть площадки, вероятно, в вашем объединении церквей есть какие-то встречи, это все надо использовать, и не смущаться, не ждать, как бы, вот мы отчасти очень такие радикалы, знаешь, все ли ничего, вот думать, вот так вот, если будет, тогда, значит, есть, радоваться тому, что есть, и использовать это, знаешь, стакан наполовину полный, не пустой, и почему бы вам не стать таким вот магнитом, вокруг которого бы началось даже такое общение, почему бы вам не пригласить какого-то пастора в соседней церкви и сказать, давай, давай просто, еще просто будем молиться друг за друга, и вот, пожалуйста, и начинается, давай прочитаем книжку вот эту вместе, давай порассуждаем, ну, вот так и начинается процесс, ну, еще и у нас есть отличный телеграм-канал Экклезия, где тоже можно общаться с учителем вместе, задать какие-то вопросы, это все выливается и люди потом едут друг к другу в гости, они участвуют в жизни друг друга, вот, как говорил Парханов, бумага чернила сушит, сердце греет, так и здесь, общаешься, и динамика идет. Хорошо, немножко, наверное, надо еще осветить момент такой, что церковь делает именно по местной церкви, Москва, вот, вы здесь трудитесь, здесь все, на бегу, надо успеть, 25 часов нету у нас в сутках, мы в Зеленограде живем более спокойнее, хоть это Москва, но все равно, там более-менее ощущается такая обстановка, где кажется, что больше времени, но так и есть, вот, но все же есть какие-то общие, может быть, моменты, что определяет именно по местности, да, вот, что характеризует церковь, как по местности, только ли то, что вот в этом районе, и разослать объявления, там, где-то на площадке, где-то еще, или какие-то еще есть характеристики? Хороший вопрос. Знаешь, вообще, это отдельная тема, честно говоря, говоря, но, да, конечно, по местности, это прежде всего, это определенная локация, где собираются верующие этого района, вот, в принципе, это вот простое, понятное определение, вот верующие этого района, они здесь собираются, да, несомненно, некоторые церкви, я думаю, что РБЦ, как или иначе, попадают в эту категорию, они становятся не просто этого района, а вот этого города, когда люди со всего там города съезжаются, но мы, как церковь, все равно мы думаем, что эффективность, или, скажем так, доступность Евангелия будет выше, если в каждом районе Москвы будет церковь, которая проповедовала там, ну, а учитывая нашу Москву, там вообще в каждом районе еще можно еще сотню другой открывать, но мы, как церковь, для себя поставили задачу такую и молитву, чтобы в каждом округе Москвы мы могли открыть по церкви, так, чтобы присутствие Евангелия, ну, повысилось, так скажем, доступность Евангелия для горожан повысилась, но сама по себе церковь, РБЦ, она, вероятно, так и останется, до тех пор, пока, может, не обретем свое здание, это повысит нашу точку, тоже соприкосновения с каким-то районом, но сама, как бы, городская, что ли, хотел сказать, городсковость какая-то, РБЦ, она так или иначе останется, а еще плюс, это еще Москва, это значит, все равно останется даже элемент такой всероссийского масштаба, потому что люди съезжают сюда с всей страны, и это просто уже особенность этих мегаполисов, они влияют на, так или иначе, вот этот элемент по местности, но такого рода церкви, они должны, они не имеют просто даже выбора, открывать малые группы, иначе это будет превратиться просто в приход, церковь, которая собирается только по воскресеньям, это не до конца, это община, которая не до конца выполняет Божие призвание, потому что воскресенья недостаточно, вот если просто люди собираются в воскресенье, то это даже не поместная церковь до конца, это просто скорее какая-то религиозная точка встречи, поместность, вот я думаю, почему вот мы поместная церковь, мы живем в Москве, но мы имеем малые группы по районам, где люди так или иначе присутствуют, и мы больше, чем просто встреча в воскресенье, это очень важно, это даже Божий заповедь встречаться вместе с Божьим народом, но это должно быть больше, чем воскресенье, вот, и вообще самое печальное будет, если вся наша религиозная жизнь, она ограничена только там полтора часа или два часа воскресенья, это вообще непонятно вообще, где наша миссия, ведь церковь это еще и станция спасения, это же, это точно больше, чем здание или собрание. Хорошо, я думаю, что это тоже важно, да, для, для нашего, ну, конечно, знаешь, знаешь, здесь важность по поводу, вот именно по местности, знаешь, в чем, это просто пересечение неверующих людей с верующими, вот я живу здесь, да, в Москве, в Красносельском районе, ну, я же хожу почти в одни и те же магазины, парикмахерские, там, бытовые услуги, соседи и прочее, но уже так или иначе в моем райончике знают, что здесь живет баптистский пастор, и ко мне уже все чаще и чаще люди подходят там, то какое-то евангелие какое-то откопают, знаешь, и спросят, а вообще, а это как бы нормально или нет, а давайте я вам, может, передам, или как бы, или там, что вы думаете по этому поводу, или просто молитесь за меня, или как бы, а вы тоже из тех сектантов, или, а как вы к этому относитесь, как бы, это уже просто становится естественным, потому что люди так или иначе уже знают меня, я знаю людей, и мы же там зовем себя на Рождество, неверующей семьи праздновать там, уже это все, как бы, мы не чужие, мы в этом районе, вот, и я понимаю, что если бы в этом районе, где я нахожусь, была бы еще отдельная церковь, то ее, как бы, эффективность донесения Евангелия повысилась, по причине того, что просто, ну, концентрация верующих повысилась, они больше охватывают людей, и тут, пожалуйста, люди знают, где это место, можно прийти, вот. Ну, хороший мы такой момент затронули, как, благовестие, да, то есть, Евангелие в моей личной жизни, как есть одноименная книга, то есть, что мы подразумеваем под благовестием, да, вот, Рождество, это же проект, по сути. Ну, повод, повод, я бы сказал. либо повод пригласить, или завязать другое общение, разговор, и насколько я понимаю, да, что как раз вот благовестие в нашем контексте, это по сути и является вот это завязывание отношений, ну, и просто для начала, чтобы окружающие тебя люди знали, кто ты, и в чем смысл твоей жизни. я скажу так, присутствие, вот просто присутствие. Если ты не присутствуешь и тебя не знают, то твое благовестие всегда будет такое, знаешь, проектное. Ты всегда какой-то чужак, пристающий к людям. Тебя не знают. То есть, присутствуешь, то есть, ты ходишь на работу, но образно, но тебе неинтересно жизнь людей. И, значит, пришел, восемь часов отсидел и ушел. А вот если ты на самом деле мыслишь Евангелием, то ты пришел на работу, ты молишься за всех людей. Вот уступает Рождество, напиши всем поздравление, какой-нибудь подарок сделай рождественский. Каждого лично поздравь с Днем Рождения и добавь какой-нибудь библейский стих. Ну, не знаю, какой-то видел нужду человека, послужи каким-то образом ему. Построи отношение время обеденное, ну, пойди с кем-то вместе за столу, просто узнать, как он живет. с первого места в карьер, четыре духовных закона, которые там люди делают или какие-то еще выдумки. Это все ну, не тот путь. Просто будь с людьми, пускай они видят тебя. Как бы быть максимально транспарентным, открытым. Присутствуй там. первое, меня видят там, знаешь, вот просто банальный пример. У меня, как у всех, есть телефоны, в моей семье у всех есть телефоны. Мои дети любят ломать эти стекла на телефонах защитные. Ну, я хожу в одну и ту же контору. Они там меня все знают. Они уже не только мне скидку делают, они уже духовные вопросы ко мне обращаются. Почему? Ну, потому что они уже привет, ой, это наш пастор идет. Потому что ну, я с ними общаюсь, пока они клеят, я с ними разговариваю. Понятно, все начинается с того, что как дела, что происходит, откуда ты. Понятно, у всех людей уровень коммуникабельности тоже может быть разный. но в целом я присутствую здесь. И значит, я могу начать разговор какой-то. Да просто даже, да просто подарить брошюрочку, да просто Евангелие подарить и сказать, сегодня Рождество, давайте я подарю. Или как бы вот Новый год будет, вы там думаете о будущем. Вот я знаю, что реально вам поможет. Бог может помочь вам. Вот это книга его. И здесь написано, как можно прожить по-другому Новый год. И все. И подарить. Я знаю, что вы и личным примером и в церкви призываете, да, к этому. Ну, может быть, пару советов еще для тех, кто, может быть, отчаялся, может быть, уже не идут люди. И я вот по себе даже служу. 12 лет я работаю с определенным коллективом. Только готовы посмотреть что-то там, фотографию видеть, но не перешли еще пару к дому молитву. Я дам два совета. Первое. На тысячу... Давай я скажу так. Лучше. На одну хорошую историю тысячи плохих. Или неуспешных. Ну, опять же, мы определяем успех тем, что человек стал членом церкви, там уверовал. Но на самом деле, даже если ты засидишься в Христе, это уже успех. Потому что Библия не оценивает или Бог не оценивает мою результативность. Он оценивает мою верность. Вообще, в принципе, когда рассказываешь человеку о Боге, ты сам радуешься. Я всегда радостно говорю тебе о Христе. Поэтому в любом случае, верующие, благорестующие, это самые радостные люди. Поэтому для тебя это благословение. Но вот и в моей практике, мне кажется, мне кажется, что у меня все позитивные случаи, так скажем, доброго отклика, мне кажется, что там несколько тысяч неудачных. Просто это первое. Просто не надо смущаться тем, что отвергает, потому что это естественный процесс. И если мы посмотрим на время служения Христа, сколько людей пришло к своим, и свои не приняли, служение апостолов, и это естественный процесс. Второе, это необходимо продолжать воспитывать в себе дисциплину благовестия, планировать его. Апостол Павел говорит Тимофею, совершай дело благовестника. И там стоит древнегреческое слово, которое означает, что у него нет какого-то дарования особого там евангелиста, как мы сегодня, ну, как некоторые полагают. Он просто был обычный служитель, которому нужно было иметь эту дисциплину. В принципе, как и всем нам, нужна духовная дисциплина благовестия. И поэтому просто планируйте, вот особенно в московской реальности, если не запланирую, в мое время что-то съест. Поэтому планировать надо благовестие. И третий момент. Знаешь, апостол Павла эту идею взял. Он пишет в послании к римлянам, что я теперь благоествием стал язычником, не возбужу ли ревность в моих сродниках, евреев. Так вот, мы часто концентрируемся только на родных, только на тех, кто с нами как бы рядом, и пренебрегаем, как бы не замечаем тех, кто может чуть-чуть подальше. А может быть надо пойти туда? Пойти, выйти из своего привычного круга общения, за которое я буду молиться, с которыми я так или иначе буду пересекаться, и пойти к другим. Просто пойти к другим, дальше пойти. Потому что я могу сказать смело, дальше есть люди, которых Бог приготовил, чтобы вы с ними побеседовали. Я помню, когда я проучился в своем вузе, первый курс, я благовествовал там, всем ребятам сказал о Боге, все посмеялись, а один уверовал в старосты моей группы. На второй год я снова всех их по кругу прошел, и они никакого отклика. И я третий курс благоествовал людям из других групп. На четвертом курсе эти ребята сказали мне, «Ты что такой наглый? Ты что с нами перестал говорить о Боге? Мы что, хуже, чем те? Почему ты к тем идешь? Иди к нам!» И я заново стал им благовествовать. И опять был у Бога отпик. Понимаешь, вот здесь такой момент важный, это не замыкайся. Продолжай молиться, просить Богу, чтобы Он послал людей, и расширяй свои горизонты. Смотри туда, смотри сюда. И все. И Бог будет послать, потому что Бог больше заинтересован в спасении людей, чем любой из нас. Буквально, может быть, сейчас в эту тему несколько практических таких советов. Вот сейчас Рождество. Нам могут говорить, ну это типа не наше Рождество, вы празднуете, ну и как бы уходить от разговора. Вот совет. Да, что совет. И пару советов. Ну, я бы несколько советов додал бы так, сходу бы. Первое, опять, в зависимости от людей. Может быть, вам надо праздновать будет шестого на седьмое. Позовите, как бы, я бы, первое, позовите домой к себе людей. Наверное, рождественский ужин. И скажите, мы будем отвечать Рождество вместе, вы посмотрите, как мы это делаем, и вы будете, можете вместе с нами. Причем, ну, первое, в моей семье чаще всего это через родителей и детей со школы, где мои дети учились, там, музыкальное или обычное, общеобразовательное. И, в принципе, откликались люди. Им просто интересно было посмотреть, как празднует Рождество в семье. А некоторые вообще даже рады прийти. Потом, более того, Новый год. Кто-то, конечно, там найдет себе какую-то группу, там, и прочее. А некоторые не знают, куда пойти. Ведь сегодня самая растущая эпидемия в нашем городе – это одиночество. Одиночество, реально. И, может быть, человек так жестко, как бы, не знаю, активно отпраздновал Новый год, а на 2 января у него просто такая топь уныне, отчаяние, одиночество, безнадега. Почему бы вам не сказать? Знаете, у нас еще в семье будет такой специальный праздник второго на третье. Подготовка, не знаю, к Новому году, к Рождеству, что-то еще там какая-то вещь. Ну, придумайте. Просто в гости позвоните. Скажите, просто, знаете, мы в гости. У нас много осталось после Нового года. Приходите. И это первое – гости. Второе – сами куда-то пойдите. Просто пойдите куда-то. Это может быть какое-то мероприятие. На коньках покататься, на лыжах. Просто куда-то сходить вместе. Ну, вот я бы сказал, христианским семьям надо учиться делать все не одним. Вот такое слово я скажу. Конечно, у нас всегда есть такая тенденция, как бы, да мы сами даже не договорились, мы сами не поговорили. Особенно я понимаю, особенно для служителей, братья, я это очень понимаю. Я испытываю этот стресс. Я уже три дня нахожусь в разных приятиях, ложусь в три часа ночи. И я даже сейчас с женой не синхронизировался по ряду вопросов. Вот я понимаю это. Но это хорошее, во-первых, для служителей вообще привычка правильная – никогда ничему не делать одному. И для христианской семьи это хорошая привычка воспитывать себя, культивировать то, что мы делаем что-то вместе, мы зовем к себе, либо идем куда-то. Это очень помогает. Очень сильно помогает. И поэтому делайте больше акцент не на дату Рождества, а на просто приглашение. Мы в связи с праздниками. И для кого-то я скажу, приходите, посмотрите, как протестанты празднуют. А кому-то скажу, просто в гости приходите. А кому-то скажу, сейчас у вас в празднике время есть, давайте вместе сходим на лыжах и проведите вместе время. И может быть вы проведете несколько часов, и там будет только 10 минут какого-то такого, знаете, предметного разговора. И слава богу за это. Потому что эти 10 минут качественного времени не было бы, если бы не было этих 3 часов просто время препровождения. Но завтра эти люди могут сказать, приходите вы к нам. А потом еще скажут, а что-то вы не зовете нас больше. И вот так пойдет динамика. Я знаю, что несколько таких практичных советов есть в книге. Фейсбук? Фейсбук, да, есть. Это право. Наверное, можно тогда сказать еще. Да, да. Еще есть, знаешь, хорошая вещь, о молодежном отделе это переводили. Тогда был такой материал, как провести летние каникулы. И там была куча разных советов. Владимир Скин еще там занимался этим. Отличные советы. Еще есть сайт у нас хороший, два пути, где прямо описано, как рассказать, Евангелие. И там прямо много разных идей есть. Вот. Ну, в действительности, знаешь, вот если так сказать, Андрей, в целом мы все естественные благовестники о том, что мы любим. И проблема верующих не в том, что у них нет идей. Мне кажется, наши верующие вообще очень мега креативные и способные. Просто, может быть, любовь чуть-чуть ко Христу подостыла. И я бы вот в это время бы сказал моим братьям и сестрам, особенно братьям, ну, потому что мы для служителей прежде всего говорим, возгрейте любовь ко Христу в своем сердце. Напомните Божьей истинной. Молитесь, чтобы Бог обновил вас изнутри, вашей семьи, семью, вашей общины. Ведь это избытка сердца, говорят, уста. И задача не просто пытаться как бы замотивировать людей, дать им новые инструменты какие-то, что, в принципе, неплохо, неплохо. Я очень даже поддерживаю. Но если сердце не горит, даже самые лучшие инструменты, они окажутся ненужными. И вот это принципиальный момент. Потому что, на самом деле, когда мы молимся за людей вокруг себя, когда мы молимся о том, что Бог послал людей, когда мы молимся о себе, то Бог окрывает наши глаза. И мы начинаем видеть вот этого, видеть того, мы начинаем понимать, что, оказывается, вот что я сделал. Знаешь, у меня однажды жена, мы жили в одном районе, вы просто вот на форуме нашего района увидели, что есть нужда. Музыкальная школа не имеет достаточно места, люди хотят заниматься. И она увидела рекламу еще там одной из женщины, которая говорит, я обучаю детей музыке. Она сказала, она замкнула людей, сказала, знаете, у нас квартира, вы можете приходить к нам, вы можете учить, а вы можете приходить учиться. У нас в квартире каждую субботу собирались люди, где женщина зарабатывала деньги, учила, а детей приводили детей. И мне жена сказала, ну, муж, я тебе подогнала людей, на, как бы, благовествуй. И я вот каждую неделю имел неверующие семьи, с кем мы сидели, пили чай, потому что они ждали своих детей, пока не закончат. А у меня были люди. Просто даже посмотреть вокруг себя, в районе, в своем доме, может быть. Ну, а я даже сказал, больше бы для семей христианских, ну, может, приберитесь в подъезде, поставьте какие-то атрибуты Рождества. И даже скажите, приходите, у нас там 25-го будет чай. И там или 7-го с пирогом. Ждем вас. Ну, да, получается, наше участие в жизни людей, это такой элемент объединения, да, единения и возможности рассказать Евангелие, по сути. Ну, знаешь, доброта приоткрывает двери. Вот. Ты никого не спасешь своей добротой, только Господь спас нас. Но ты можешь взывать доверие. И я, как мне сказал один человек, мой сосед в нашем подъезде, сначала я думал, что вы какой-то бусурманин, а вы, оказывается, нормальный человек. Ну, да. Вот. Хорошо. Ну, мы так вот, говоря, начиная говорить об открытии новой церкви, пришли, конечно, к главному, что благовестие, да, это основной такой элемент для нас. вопрос только в том, что я даже и по себе вижу по нашей команде, что житейская судьба. рутина, может быть, мы ее так назовем, да, плюс служение, активность. Да, вот здесь, вот новой церкви, знаешь, когда мы открывали РБЦ, мы хотели быть такими, скажем, динамичными, верующими, там, активными, живыми христианами, и мы поняли, первый год, что мы более религиозные, чем мы это сознаем. Мы поняли, что мы привыкли к какому храмовому христианству, неже христианству, которое находится в офисах, на улице, в жизни, достигая людей Евангелия. Мы стали молиться об этом Богу за себя. И поэтому это такой хороший вызов, чтобы где-то пересмотреть свое христианство, может перепланировать свое расписание церковной жизни, чтобы мы не обслуживали стены или просто вот эти, как бы воскресные собрания, а чтобы у нас было время и силы для решения Божьего Царства, благовестия. И вот это такой фактор важный, очень важный фактор. И нормально признаться даже команде, сказать вместе, знаете, давайте молить Бога об этом. Я помню, когда мы в нашей церкови стали молиться, кажется, все не за неверующих людей. Почему мы стали это делать? Это было даже нужно больше нам. Нет, исполнение Божьего повеления, первого Тимофея, второй главы, но это также было нам, потому что без молитвы, как куда мы можем пойти, как мы можем что-то сделать. Мы поняли, что мы особо не благовествуем, что мы сваливаемся к вот такой обычной религиозной суете, и все. А ведь в этом, ну, миссия наша, предназначение, в конце концов. И это надо бороться, за добрые дела надо бороться. Потому что сатана так работает в этом мире, через плоть, мир, там, прочее, чтобы мы как белка в колесе неслись, и у нас не было ни времени ни на то, ни на другое, ни на третье, чтобы на самое главное у нас не оставалось времени. И, к сожалению, он даже имеет успех и с верующими людьми. Поэтому надо об этом прямо говорить, и даже обличать друг друга, и разумлять, и помогать. Вот. Ну, если для самого главного нет времени, то точно я занимаюсь не тем, что самое главное. Вот и все. Это хорошее, хорошее такое дружеское наставление. Спасибо. Мы, я думаю, что и в нашей церкви это будем применять. Я думаю, что начало года как раз пройдет вот эти выходные, как мы думали, там, молитву сделать или еще что-то. Вот организовать именно в плане переосмысления даже. Есть, что нам переосмысливать, но в плане благовестия я думаю, больше и больше. Это точно, сто процентов. Никогда, это никогда не бывает такого, что ну все, достаточно. Я думаю, мы это видим в жизни Христа, в жизни апостолов. Они всегда искали возможности для проповеди. Царство Божие. Всегда. И это наша миссия сегодня. Я просто думаю, что если бы Иисус жил бы сейчас на земле, а Он живет на самом деле через свою церковь, то что бы Он делал? И я понимаю, что точно Он бы, наверное, некоторые приложения с телефона удалил, точно бы какие-то вещи убрал, но точно бы какие-то вещи стал делать. Это хороший вопрос в самом себе. Ведь апостол Павел говорит, Галатам 2.20, и уже не я живу, но живет у меня Христос. И вот знаешь, какая беда, Андрей? Это одна из причин, почему так много безразностей христиан. Потому что они делают не то, что надо делать. Они делают как бы нужные вещи, но они не делают важные вещи. И поэтому они испытывают какую-то сухость, какое-то отсутствие такой, может быть, полноты и восторга. Просто потому, что они тратят свои силы, время, они питают свою душу. Не тем, знаешь, я с одним братом не так много говорил, и он тоже посетовал на то, что у него как бы душа маленькая ослабела и как-то прочее. Я ему сказал, знаешь, а ты просто перестань смотреть каждый день сериалы. Вот я узнал, что он каждый день у него там типа после работы, я сказал, знаешь, ты вот этот час просто, когда ты сколько там смотришь, ты просто с женой пообщайся и помолись. И раньше ляжешься спать. И вот я буквально с ним говорил не так давно, и он говорит, пастор, это чудо какое-то. У нас так все динамично, хорошо идет. Вот, в принципе, и все. Хорошо. Я думаю, что еще один момент, который нужно сказать, может быть, даже заканчивая нашу беседу, какие бы книги, вот кроме, мы уже назвали Facebook по основанию новой церкви, да, это не просто как ресурс, как благовес, но там хорошая как раз и аналитика и призыв к братьям по открытию новой церкви. Что-то еще может быть? Знаешь, на мой взгляд, лучшая книга, которая вот вышла в этом году на эту тему, написанная тем более нашим братом, родным Владиславом Трескиным, «Рождение общины», по-моему, так она называется. Это, по сути, дорожная карта на основании церкви. Отличная книга. Во-первых, он как бы аккумулировал, систематизировал наш общий опыт. Во-вторых, он сам имеет богатый опыт личный. Ну, это написано понятным языком, вообще очень хорошая книга. Вот, есть, знаешь, существует, на самом деле, еще парочку книг, которые, допустим, там была книга, по-моему, Джонсон называется, там называлась АБЦ, по-моему, или как бы азбука основания церкви. И еще парочку в голове моей вертится книг, которые так или иначе... Мы будем их... Их можно поставить где-то, да, под программы где-то. Но вот я бы сейчас больше бы сделал бы акцент на вот какой момент. Я понимаю, что нужны механизмы. Я в это верю, потому что точно надо понимать, как. И мне кажется, что в целом проблематики с как нету. через-чуть есть проблематика, как применить библейскую истину в современных условиях, оставаясь верным этой истины. Здесь как бы есть элементы, и экклезия старается это восполнить. Но в целом, так вот, если посмотреть на вопрос как, немало неплохих ресурсов есть. И до появления экклезии они были и прочее. Мне кажется, что самая большая проблема, это первое, у людей не хватает хорошего положительного церковного опыта. Они скорее уходят от чего-то не очень в надежде построить что-то очень. Но когда у тебя нету хорошего опыта, ты все равно строишь от противного порой то же самое. Вот это первая трудность. И вторая трудность. Христианство это жизнь. Это жизнь. И ученик не выше учителя своего, как говорит Иисус. И когда я проповедую, когда я приглашаю, люди так или иначе они будут жить, как живет их пастор. Ну, в разной степени. Но в целом так. Даже в народе нашем говорят, каков поп, таков приход. В Казахстане говорят, каков чабан, таков баран. И ну, Иисус сказал об этом. Ученик не выше учителя. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. И образ видели во мне, так и вы тоже поступаете. Так вот, здесь даже слово, которое слабо служителям. Братья, мы не те, которые говорим, как фарисеи. Вы так делайте, делайте, а живем иначе. Мы на самом деле живем так, как мы учим. И люди тогда видят, что это живо, реально, и они подражают нам. Мы не просто говорим, как правильно, мы живем правильно. И вот, наверное, самая большая сегодняшняя трудность, говоря про развитие церкви, особенно ОНЦ, благовестие, это не благовествующие пасторы. Либо не до конца открытые. Это когда мы не можем признаться искренне, что у меня что-то не получается. Но я же должен иметь такой, знаешь, вид мегауспешного, куда, что там тень моя осенила, и все получилось, как у Петра. Вот настоящность и пример. И поэтому сегодня мой самый большой призыв к моим братьям, братья, молитесь Богу, чтобы он обновил вас, изнутри обновил ваше служение, потому что вот в прямом смысле слова пробуждение, обновление церкви начинается с вашего личного обновления. Если нет у человека комнаты молитвы, тихой молитвы Богу, ну, на что он рассчитывает? Кончится тем, что он будет либо как злой пастух всех понукать, бить, что-то застаться, заставлять, либо просто в отчаянии свалится и попадет в депрессию, и, как сегодня говорят, перегорел, и все. Но когда мы сами живем Христом, тогда это идет через меня туда дальше, и это загораются другие, и это не просто активизм становится, это жизнь становится. Хорошо, я думаю, вот это пожелание как раз нашим братьям, ну, и мне самому, да, пусть останется в наших сердцах, и пусть Бог благословит, благословит наш город, Москву, нашу страну, действительно, развитием церквей, которые уже в истории, да, там, 20-30 лет, чтобы рождались новые церкви, а такие церкви, как наша, или те, которые вот только-только, так скажем, команда идут на открытие, пусть Бог благословит, и это будет действительно благословением для каждого. Я надеюсь, что мы потом еще с тобой в партнерстве откроем в Москве ни одну церковь вместе. Спасибо большое. С Богом, спасибо тебе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok